Давайте, 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 берите. Мне слегка напомнило бюджетную пудру. Блин, лишь бы взять. Нет, я не хочу этот бренд. Они для красоты, что ли, стоят? Я, походу, остановиться не могу. Вот вам. Раньше было хуже, если сравнивать. Как мне ее нахваливали. Я трачу кэшбэк. Надо брать. Посоветовал консультант. Накипело, накипело прям ох. Друзья, всех рада видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Суя. И, конечно же, по традиции, кофеек или чек. И просто будьте как дома. Декабрь только наступил, но новогоднее настроение у нас уже давно. Потому что уже целый ноябрь, мне кажется, во всех магазинах. Новогодние игрушки, подарки. Сегодня, да, я не снегурочка, я в качестве Деда Мороза. И в этом видео мы вместе с вами будем обозревать косметику из магазина Литуаль. Из нашего последнего похода. И вашей и мною любимой рубрики «Магазин на диване». А какую косметику нам посоветовал консультант? Обязательно посмотрите в выпуске, где мы хотели в Литуаль. Ссылку оставлю под видео в описании. И общий чек у нас вышел в Литуаль на 25 408 рублей. Это еще с учетом скидки, а без скидки где-то примерно 40 тысяч. Но у нас там духи вышли только на 11 тысяч, поэтому вычитаем. С вычетом парфюма и еще ухода от Миксик мы брали сыворотку, тоник и крем для лица. Косметику, которую мы купили в Литуаль, нам обошлась в 13 тысяч. Декоративную косметику. Девочки, и нам за эту покупку начислили 50% от стоимости кэшбэка. Я такая, о, ну думаю, как раз куплю еще второй парфюм, который мне понравился от бренда Харнер Барселона. Мы взяли парфюм Тардес, который обошелся в 11 тысяч. Это, скорее всего, самый дорогой парфюм, который у меня вообще был. Ни капельки не жалею покупки. Универсальный унисекс аромат. Подходит для женщин и для мужчин. Кратце по нотам. Базовые ноты. Бобы тонко, мускус, геолитроп. Геолитроп, как пахнет. Ноты сердца. Кедр, сельдерей, слива. Верхние ноты. Герань, роза, палисандр, миндаль. Сложно, да, вот по всему описанию представить, как ароматы раскроются на вас. Потому что вот духи, парфюм, туалетная вода, она на всех будет раскрываться по-разному. Ну ладно, хоть я немножко как раз постояла в Литуаль, разносила этот Тардес. И он очень такой, знаете, и в пир, и в мир, и в космос. Но достаточно одного пшика. Это, кстати, нишевая парфюмерия, дорогая, изысканная. И я не могла выбрать. Я пшикнула себе Тардес и Кастарелла от этого же бренда. Все пытаюсь запомнить, Карнер Барселона. И я потом весь день ходила, эту Кастареллу ощущала. Так, знаете, Кастарелла будет полегче. Вот этот аромат для меня на каждый день. Он исходит так постепенно, Тардес мощный. Такой, ух, держится с вами стойко. А Кастарелла анкалегонькая, ну для меня лично. И знаете, я задумалась о покупке Кастареллы. Ноты, бергамот, шафран, морские ноты, песок, кедр, амброксан, амбра. Тоже унисекс аромат. И я такая представила, как я трачу кэшбэк и покупаю этот аромат за полцены. Потому что, да, можно оплатить кэшбэком половину стоимости. Ну и что вы думаете? Я захожу в Литуаль потом. Ну, я созрела, да, через недельку где-то вот. Захожу на сайт Литуаль, закидываю эту Кастареллу. И хотела списать кэшбэк. Но вот вам. Там есть бренды исключения и ограничения на некоторые бренды. На люксовые бренды, на дорогие бренды. Как мы уже с вами поняли. Но я обошла эту систему другой стороной. Я захотела эту Кастареллу хотя бы в миниатюре. Я подумала, не два гриба на ложку, два дорогих парфюма. За один месяц я такая, здравствуйте, я хочу два. Но миниатюра Кастареллы меня точно привлекла. На сайте Рандеву не реклама, моя личная рекомендация. Я нашла там молекулярный набор. Аромобокс под номером 51. И там есть эта Кастарелла в объеме полтора миллилитра. Ну, чтобы, знаете, тоже разносить, понять, как вообще подходит, не подходит. В наборе еще 7 ароматов. Очень будет интересно мне протестировать. Посылочка ко мне едет. И я воспользовалась своим личным промокодом. Он бессрочный, многоразовый. Вот, пожалуйста, промокод 10суя на Рандеву. Кто вдруг созрел заказать себе парфюм, либо как раз аромобокс, тоже на пробу, то берите на заметку. Можно сказать, обзор-то уже начался, потому что мы не только декоративную косметику взяли, но и парфюм. Парфюмом довольно жду миниатюру Кастареллу. А я думаю, что многие под Новый год дарят в качестве подарка себе парфюм. Ну, да знаете, что-то новенькое, новое звучание себя. Два года назад на Новый год маме дарила тоже духи Гуччи. Но там выбирала из ее предпочтений, помню, в золотом яблоке мы прижили. Ааа, там столько ароматов, просто ты потом в этом облаке ходишь и где, чем пахнет, непонятно. И мне хочется вас спросить, друзья, вы уже придумали подарки себе и близким? Конечно, мы хотим, чтобы подарок был запоминающимся, радостным, но и самое главное, полезным. Друзья, вашему вниманию бренд Art & Fact подготовил для нас с вами новогодние адвент календари. И в качестве подарка для себя и близких ты точно найдешь нужный адвент календарь, так как он представлен для разных типов кожи. Четыре разных адвент календаря состоят из десяти полноценных продуктов для нормальной кожи, для сухой и чувствительной, для комбинированной жирной и проблемной, и для возрастной кожи. А есть еще пятый мультифункциональный адвент календарь, в котором шесть универсальных и полноценных продуктов для ухода за кожей лица, тела, волосами, а также полостью рта. В этом году Art & Fact меня порадовал адвент календарем для возрастной кожи. Выбор сделала я сама. Хотела сначала для комбинированной кожи, но краем глаза, проанализировав состав, я поняла, что адвент календарь для возрастной кожи подойдет для всех типов кожи и для кожи, которая нуждается в анти-эйдж-эффекте. Содержимое адвент календаря мне пришлось по душе. Нет ненужных баночек, все продумано с умом, от дневного ухода до ночного. Я даже нашла пару баночек своих фаворитов, которые ранее у меня были и закончились. И вы только посмотрите на само оформление адвент календаря. Здесь магнитная шкатулка, большая шкатулка. В дальнейшем в ней можно хранить косметику или другие полезные штучки. А каждая ячейка выглядит как отдельный вид подарка. Очень празднично и нарядно выглядит адвент календарь. Ну и самое главное, он полезный. И в каждой ячейке вас ждет полноразмерный продукт. И если так вспомнить, то мое знакомство с брендом Art & Fact как раз началось год назад с адвент календаря. И для многих это также отличная возможность познакомиться с ассортиментом и брендом Art & Fact, а также порадовать себя не только салатиками в праздники, но и подарить своей коже индивидуальный и полностью подобранный уход. И еще информация для тех, кто любит ловить удачу за хвост. Бренд Art & Fact запустил проект на календарили и подготовили для вас розыгрыш 24 адвент календарей. Условия очень простые. Заходи на официальный сайт, пиши письмо с заветными желаниями в канцелярию Art & Fact и стань участником суперконкурса, где каждую неделю бренд будет выбирать 6 счастливчиков, которым накалендарит адвент календари. Все подробности и ссылку на официальный сайт Art & Fact ищи в инфобоксе под видео. И еще пару слов хочу сказать об одном продукте. Это средство вам точно пригодится для зимних, уютных и романтичных вечеров. Не так давно познакомилась с новым для себя брендом, который называется Lauder. На этом канале мы, конечно же, говорим о разной косметике. Декоративной, уходовой. А уходовая косметика тоже бывает разная. Друзья, вам на заметку, а также для вашей второй половинки, Lauder это бренд интимной косметики для вашего максимального комфорта. Для зимних и уютных вечеров, для расслабления ее и него, отлично подойдет масло для массажа. Натуральный состав хорошо увлажняет кожу, обеспечивает легкое скольжение рук по коже. Масло персика, абрикоса и виноградной косточки питает и повышает эластичность кожных покровов. Чем хорошо это масло? Оно максимально впитывается, не оставляя после себя липкой пленки. А пахнет как! Это масло для массажа от Lauder оказалось для меня универсальным, так как я его еще использую для массажа лица. И приобрести выгодно адвент календари, а также продукцию от Lauder можно с быстрой доставкой на маркетплейсах Озон и Валберис. Всю информацию и ссылки ты найдешь в инфобоксе под видео. Всем желаю волшебного настроения и не забывайте радовать себя и близких. Ну а мы вместе с вами плавно переходим к макияжу. Честно, я в этой шапочке бы и дальше сидела, очень уютно. Но мне нужно тонировать лоб и лицо. У меня после этого похода в Литуаль осталось такое непонятное послевкусие. Вроде бы все ок, было живой консультант. Все нам показывала, рассказывала, но тоже все ли? Уж очень часто нас консультант водила к двум и тем же брендам. Диего Далла Пальма, если правильно прочитала, и бренд Айзенберг. Просто медом намазано, но думаю, если консультант так вот прям расхваливает, надо брать. Но после вкуса у меня стало такое неприятненькое, когда вы мне написали в телеграме, что Марина была в Литуаль. И меня тоже вот по кругу водили по тем же брендам. Не, понятно, что в Золотом Яблоке тоже некоторые бренды надо продвигать консультантам, естественно. Но в Золотом Яблоке стараются учитывать все-таки твои пожелания и предлагать разные варианты. Но вот в Литуаль я сходила, я поняла, что мы там ходили по кругу. Магазин большой. Но 50% всего вот этого вот помещения это просто люксовые пустые стенды. Я надеюсь, Литуаль, возможно, а может и нет, посмотрят это видео и возьмут на заметку, что в городе Киров Литуаль, можно сказать, пустой. Нету нужных оттенков. Даже бренды, которые есть, ну вообще ничего нет. Стенды пустые, ассортимента нет. Ну вот, пожалуйста, один вот этот Диего стоит и все. И больше мне консультант, мне кажется, по ходу дела ничего не предлагал. Я все просто открещилась от этого Диего, потому что мы и так взяли тут и пудру, и румяна. Я говорю, не-не-не, мне монобренд не нужен. Мне хочется разные пощупать, потрогать. Айзенберг это тоже тушь. Мы дойдем, конечно, до каждого продукта. Вот эта тушь Айзенберг, когда я ее протестировала, такая, как мне ее нахваливали. И вам тоже я смотрю в комментариях, в Телеграме. Подписывайтесь, у нас там с вами обсуждение на все темы тоже. И я понимаю, что эта тушь втюхивает. Консультант дает все обещания, что эта тушь просто сделает за вас все и на работу пойдет. За три тысячи она за меня работать не будет. И даже за себя она работать не хочет. Мне хочется просто понять, а есть смысл уже в офлайн магазинах Литуаль? В этом же и смысл прийти, найти свой тон, найти свой продукт. Потому что в онлайн мы не можем толком выбрать оттенки, текстуры, тонов, жидких продуктов. Ладно, там еще тени хоть как-то. Но тоже цветопередача бывает не такая. И да, работа консультанта мне понравилась. Раньше было хуже, если сравнивать. Но что с ассортиментом? Ответьте, пожалуйста, у вас в городе также в Литуале вот оттенков нет, ассортимента нет. Люксовые стенды стоят пустые. Они для красоты что ли стоят? Ну там просто есть эти тестеры. Все, ассортимента-то нет. Так даже сода пустая стоит в городе Киров. Это мы были в Литуале, город Киров, ТЦ Макси на Луганской. Магазин реально большой, не маленький. Но с ассортиментом беда. Точно, мы же еще пошли на Черную Пятницу, что вот скидосы, скидосы. Так и что эти скидки? Например, я хотела тон. Ничего на скидках, именно оттенков еще. Ассортимента нет, ничего. Последняя была надежда взять тон и лазур. Си-си. Я так-то хотела другой тон, но не было вообще ассортимента. И хоть на такой наскребли, что есть по наличию и оттенок плюс-минус. Ну что говорить? Я высказалась. Вот накипело, накипело прям ох. Даже босс вон такой говорит, да, иди поздороваемся. Така-така-така. Ты будешь дедом морозем. Ну прям сладкий ты мой, тю-тю. Как тебе хорошо. Главное, да, переходим к тону. Тон у меня и лазур. Это си-си. Тональная основа си-си. Цветокорректирующий крем. Оттенок розово-бежевый. И по ощущениям было как? Либо слишком плотная, либо слишком легкая. Вот, например, на выбор в ритуаль. Я такая, так, давайте что-то такое более жизненное. Текстура как у водички. Видите, да, как водичка наносится. Кожа у меня была подготовлена уходом. И если наносить этот тон, то лучше всего пальцем. Также попробую кисточкой. Спонжик явно его скушает. А еще было интересно так по ассортименту смотреть. Например, я взяла карандаш-помаду 2 в 1 от Pupa. Ранее не видела эту новинку. Но думаю, о, интересно. Вот тут консультант хотя бы, да, показал что-то интересненькое. И не из бренда Diego Dalla Palma. И когда я стала смотреть в ритуаль эти карандаши-помады от Pupa 2 в 1. Там их вообще нет в наличии. Ни одного оттенка. И по ассортименту также я могу сказать, что не все есть как в магазине, в оффлайн и также в онлайн. Дисточкой хорошо наносится. Но все равно мне вот всегда хочется еще так вот чуть-чуть притоптать. Это легкая версия CC, которая подойдет многим. Но, конечно же, не жирной коже. Нет. Буквально недавно меня спрашивали в телеграме или где Марина. Вот нужен какой-то легкий флюид. Смотрите CC. Вот, например, и лазур. Это вот из той оперы, где слегка кожа затонируется. На Т-зоне тон лег хорошо. Этот тон тестировала и, в принципе, он меня устроил. Я стараюсь разное покрытие тестировать. И легкие, и средние, и плотные. Хотя что-то из плотного я не припомню, что я последнее тестировала. Надо, да, что-то такое. Чтобы ушух перекрыть, да перекрыть. А что из плотненького вы любите? Напишите в комментариях. Я думаю, что сейчас многие даже миксуют плотный тон и немножко капельку живого. Чтобы покрытие было плюс-минус не как пустыня сахара. Чтобы все равно тон был немножко податливый и красиво лежал. Объема тона 30 миллилитров по стоимости. 1095 рублей на сайте. Этот тон стоит дороже. 1683 рубля. То, что обещает этот тон, он делает мгновенно. Делает кожу естественно красивой, ухоженной и сияющей. И остается на лице абсолютно незаметным. Вы знаете, да, это вот что-то вот моя кожа только лучше. Финиш у тона влажненький. Естественно, тут нужно припудриться. Летом этот тон нам не сомневаюсь, что продержится. Зимой держится 5-6 часов. Потом тезоны начинают блестеть. Сходит этот тон естественно нормально. Не хлопьями. Носить можно, но добавлять пигментированный консилер, чтобы нейтрализовать нюансики. Консилер мы тоже очень долго выбирали. Нас водили опять же к этому бренду Diego Dalla Palma. Такое чувство складывается, что больше косметики нет. Ее нет в Литуаль. Но, походя вокруг да около и дав понять консультанту, что нет, я не хочу этот бренд. Дайте что-то другое. Мы остановились на двух консилерах. Я взяла что-то полегче и поплотнее. Я думаю, что многим знаком этот бренд. Нинелли, бюджетный бренд. Я взяла сатиновый консилер в оттенке 301. Покажу наглядно. Из всего ассортимента консилеров мы остановились на пупах. Хотя выбора мне там много и не показали консилеров. Это известный популярный консилер Вандер Кавер. Оттенок 001. И знаете, я только дома вспомнила, что у меня есть консилер точно такой же, но оттенок другой. Как говорится, собрала комбо. У меня в косметичке был оттенок 02. И заодно покажу вам сводчи сразу двух оттенков. Это первый. И второй. По поводу Нинелли. Это знаете, такая легкая повседневная тема. Очень легчайшая. А вот пупа, это уже будет, да, посерьезнее. Второй хорош для нейтрализации синячка. Я возьму оттенок посветлее. Первый от пупа. Консилер Нинелли подойдет для молодой кожи. Если не нужно что-то конкретно перекрывать, какие-то цветовые нюансы на каждый день, да. Консилер Нинелли это та же история, как и Лазур Си Си. Но как раз и в обзорах я вам показываю разные финиши, разные текстуры с легким покрытием плотным, чтобы у вас был выбор. И еще такие легкие консилеры можно использовать в качестве тона. Просто нанесли под глаза, на Т-зону растушевали кисточкой и все. Тоже такой легкий тон. Легкий освежайся. Беру консилер от пупа в оттенке первом. Консилер достаточно пигментированный, не застывает в моменте. Спонжиком его удачно можно распределить в тонкий слой, но и пигмент остается достаточно хороший. Ну вот какая история появилась красивая. Взяли легкий тон, слегка затонировали все лицо и потом локально еще прошлись консилером, который идет поплотнее. Этот консилер пупа, я считаю, да, топ продаж у бренда. Обошелся он мне в 1171 рубль. Ну и не забываем, да, что у пупа ценник всех продуктов небюджетный. Ну как, тоже небюджетный в летуаль этого консилера вообще нет в наличии, ни в каком оттенке. Но зато в золотом яблоке этот консилер стоит в 2 раза дешевле. Серьезно? Ну почти нет, не в 2, но 712 рублей. Что вам, вот как? Нормально. А повторной покупки консилера пупа я вообще не жалею, потому что второй оттенок он, да, у меня был, но тепловатый. Он больше для такой точечной цветовой коррекции. А первый оттенок, он, да, повседневный, но еще и с теплой ноткой, чтобы нейтрализовать тоже синячок. Переходим мы дальше к сухим продуктам для лица. И это Диего Далла Пальма. Я все-таки взяла 2 продукта от этого бренда. Заинтересовали меня в первую очередь румяна. До них дойдем. И судя по вашим комментариям, вам, видимо, тоже консультанты говорили об этом бренде, показывали. И, вы знаете, ценник-то такой, ну, такой, 2000, например, за продукт. И тут нужно почитать отзывы. Надеюсь, мой отзыв и мой обзор будет вам тоже полезен. Пудра идет в коробочке. И эта пудра у нас компактная и увлажняющая. Оттенков увлажняющей пудры три. Вот с такой волной. Текстура у пудры и, правда, приятная, нежная. Номер у пудры 40. И по оттенку она самая светлая. Пудра сатиновая с цветом. Имеет легкое, деликатное подсвечивание. Для пудры я купила пуховку, хотя редко пользуюсь. Но для макияжа, например, для бейкинга. Как часто тоже я это делаю, в кавычках. Ой, такой королевский спонжик. Попробую зафиксировать тон и консилер под глазами. И также в Т-зоне. Ой, тут консилер подскатался. Ну и давайте сравним до. Есть ненужные блейки. И после. Кожа стала здесь фарфоровая, ровная. Если что, я сейчас оцениваю чисто продукты. И я не беру сейчас в магазин Литуаль, что вот там у них ничего нет, когда надо. Там консультант, что советовал этот бренд. Не-не-не, все нормально. Я сейчас оцениваю чисто продукты. Эта пудра хоть и лайтовая, мягкая, но матирует она тоже хорошо. Убирает лишний блеск. Цвет лица выровнялся, текстура тоже. Лицо стало ровным, бархатистым. Правда, результат мне нравится. Эта пудра, конечно же, не супер матирующая. Эта пудра, во-первых, увлажняющая, как указано. Да, она убирает лишний блеск, но все же блеск проявляется спустя время. Этот тон и лазур она держала часов 4-5 примерно. Потом уже, да, блеск стал явный на лице, в Т-зоне. Тут все зависит, какое комбо будет, какой тон и какая пудра. Но знаете, это пудра. Diego Dalla Palma. Мне слегка напомнила бюджетную пудру. Может быть, не в точь-в-точь, но все же где-то близко. Пудра от Stellar. Я сейчас покажу вам сводчи. Пудра с дыркой тут. По текстуре они тоже схожи. Здесь Stellar, здесь Diego. Это Diego. Это Stellar. Да, конечно, по оттенку мы сейчас не смотрим схожесть, но именно текстура, нанесение. Вот этот финиш, который дает каждая из пудр, они вот чем-то схожи. И если вы хотите похожий эффект сатиновой пудры, которая эматирует и не делает муку на лице, красиво выравнивает рельеф кожи, слегка фиксирует, дает немножко цвета, то вот, пожалуйста, Stellar. Stellar у меня оттенок 01. Ну а кто хочет чуточку побогаче, то это Diego. Пудра для лица мне обошлась в 1778 рублей. Цена на сайте 2811 рублей сейчас. Возможно, какие-то скидки и акции день есть, день нет и нужно вылавливать. На тысячу сейчас подороже на сайте. Плохих комментариев по пудре не скажу. Если брать с хорошей скидкой, можете присмотреться. А либо побюджетнее вариант Stellar. Ассортимент оттенков румян достаточно большой. Я выбрала 23. Я, походу, остановиться не могу, потому что люблю морозную свежесть в румянах. 23 тому подтверждение. В комплекте есть еще вот такая маленькая кисточка дорожная. Давайте сразу же, конечно же, покажу. Соч. Эти румяна из вас морфушу не сделают. Если вы хотите понасыщеннее, нужно понаслаивать. Но цвет приятный, добротный. Румяна матовые. Румяна обошлись в 1812 рублей. Сейчас их цена на сайте 2399 рублей. Это, можно сказать, люкс, да? За 2400 рублей или нет? А вот нет. Консультант сказал, что это middle. То есть, это такой средний сегмент. Хотя, несколько лет назад я пудру Givenchy покупала за 2000. Я беру кисть-козочку, чтобы понасыщеннее передать румяна. Синтетикой нужно будет подольше понаслаивать. Также румяна заношу в неподвижное веко. Также дублирую по периферии. В целом, румяна рабочая, симпатичная. Для морозной свежести самое то. Покупая очередные морозные румяна, я поняла, что... А меня это так влечет. Давайте быстренько пробежимся по морозным румянам. Что есть в моей коллекции? Конечно, что-то уже в лимитках. То, что сейчас сложно найти. Но все же. Первое это разберем. Румяна Beauty Bomb. Но они молодцы. Делают и розовый румяна, и персик. Например, можно было найти в летней коллекции и персиковый румяна, и розовый. Что-то я уже запуталась во всех коллекциях. Когда это была? Хэллоуинская? Нет? Год назад? Я не помню уже. В общем, эти румяна Истерика от Beauty Bomb можно еще найти на Мегамаркет. На Сбер Мегамаркет. Холодненькие какие. Румяна Дезерт. Из последней летней коллекции. Ну, какой неоновый, розовый, холодный. И из постоянной коллекции под номером 2. Сердежки. Но здесь есть небольшой легкий шиммер. Ну, вдруг для кого это не принципиально? Ага. Ну, все-таки да. Смотрите. Из летней коллекции тоже можно найти на Сбер Мегамаркет. Я гуглила, нашла. Я думаю, вы тоже найдете. Где-нибудь здесь рядышком еще покажу сводчи. Это у нас отдельно Beauty Bomb. Ну, нет. Второй оттенок румян из сердечек. Не такой будет. Все-таки морозный. Хотя... Хотя... На вкус и цвет. Далее. Румяная Revolution. О, любимая моя клубничка. Сначала рассмотрим оттенок Pink Lady. Тоже матовый румяна. А вот клубничка, она состоит из матовой части и холодно-сияющей. То есть, можно смешивать. Давайте тоже покажу отдельно. Pink Lady и два оттенка клубнички. Эти продукты от Revolution. Это не лимитка. Можно найти. Ого! Роскошество! Румяна Givenchy. Румяна из четырех оттенков. Раскладка под номером 2. И знаете, в золотом яблоке эта раскладка выглядит немножко по-другому. Цветопередача, как по мне, вживую и на фото. Промофото не такая. Здесь, конечно, можно смешивать. Либо закрыть ячейки и высыпать только один оттенок. Как пахнут они просто люксом. Давайте тоже покажу сводч. В зависимости там какой оттенок больше высыпется. Но они нежные. Розовенькие такие. Ух! И эти румяна я покупала примерно два года назад за 2-2 500. Сейчас их цена 4 500. Но они кайфовые. Пахнут люксом. Наносятся, так знаете, ух! Легкой вуалью цветной. Формат, может, для кого-то неудобен. Но эстетика упаковки, нанесение, бренд. Вот это люкс. Мы платим за люкс еще. Еще два холодненьких варианта. Но это больше кремовая такая текстура. Хотя Be Color 7 Days из линейки Капсула здесь более муссовая текстура, чем кремовая. Вот смотрите, да? И это наносит мягко, как шелк. И еще кремовые румяна от Crystal Minerals. Зимой они немножко подзастывают. Но пальчик их быстро разогревает. Чуть-чуть задело. И уже румяна подрастопились. Оттенок 0,8. Но знаете, их сейчас 0,8 особо не найти. Я не знаю, куда пропал оттенок 0,8. Но 0,9 он схож по цвету. Сейчас, секундочку, точно ли 0,9? Да, 0,9 будет даже чуточку похолоднее. Но имейте в виду, это восьмой оттенок. И еще к холодненьким можно отнести жидкие румяна от Alien. Оттенок 0,1. Вот такая моя холодная история. Где что, помним примерно, да? Вот здесь Диего, Дала Пальма. Далее румяна от Beauty Bomb. После Revolution. Легкая вуаль от Givenchy. Be Colors 7 Days. Crystal Minerals. И Alien. Вот к этому всему можете присмотреться. Beauty Bomb, возможно, нужно поискать. Потому что были лимитки. Но остальные продукты есть в продаже. Надеюсь, что это было для вас полезно. Поэтому от души поставьте лайк. Если нам так сложно дался выбор консилера тона. То, скорее всего, по бровям нас бы повели, наверное, к Vivienne Sabo. Либо Diego Dalla Palma. Брови я решила пропустить. И давайте я сейчас их оформлю. Это карандаш от Shoe. В оттенке 222. И гель для бровей от Vivienne Sabo. Переходим мы к макияжу глаз. И здесь тоже не совсем так феерично, как бы казалось. Я имею в виду про палетки теней. Я не люблю, когда появляется такое чувство, вот когда снимаем рубрику магазин на диване. Что, блин, лишь бы взять, как говорится. Ничего нет, ну дайте что-нибудь мы возьмем. В итоге выбор пал на палетку от бренда Seat London. Упаковка Soft Touch. Приятная вещь. Раскладок палеток несколько. Но они больше-таки слишком теплые, золотистые. У меня палетка Rose. Здесь тоже не разгуляться в оттенках. Но если у меня память меня не обманывает. Эту палетку нам еще год назад в черную пятницу предлагали тоже консультанты. Мы выбрали что-то другое. А, от L'Etoile. Да, палетку от L'Etoile Avocado. И я уже думаю, так, если не сейчас, то когда? Опять через год нам будут ее предлагать. Надо брать. Палетка теней обошлась в 1783 рубля. От этого же бренда у меня есть вот такая палетка. Это универсальная палетка для макияжа глаз и лица. Я помню, что я говорила, тут много сияющих продуктов. Зачем-то два хайлайтера. Здесь хороши румяна и еще красивые сияшки такие прям. Ох, сок. Эта палетка до сих пор есть в продаже. Можете присмотреться. Кто ищет универсальные продукты. Кто любит хайлайтеры. Бронзер. Вот здесь, да, не был бы скульптор. Вообще зачет. Но здесь бронзер. Имейте в виду. Мы же будем рассматривать палетку теней. И давайте я сейчас сразу же покажу сводчи. Вот этот оттенок просто кайф. Из текстуры матовых оттенков просто шелк. Я такую мягонь давно не ощущала в плане теней. Они очень мягкие. Это и не совсем матовые. Больше матово-сатиновые. Из 12 оттенков 6. Это полуматово-сатиновые. И 6 сияющих. Вот эта сияшка, она набирается хлопьями. Не все тут одинаковые текстуры. Однородно здесь несколько наносится. Это золотистый и вот такой фиолетово-розовый. Глядя на эту палетку, думаешь, за 1700? Я ее пыталась обходить стороной. Но все-таки я поняла, что так. Если не я, то кто уже ее протестирует и скажет, вам надо ее или нет. Хотя никогда вам ничего не навязываю. Вы сами решаете. Мое мнение такое, что за 1700 дороговато. Здесь нет каких-то выдающихся оттенков. Хотя палетка рабочая. Тут уже, знаете, на вкус и цвет. Ну и сият Лондон, это не супер бюджетный бренд, что там до 1000 можно закупиться, затариться. И если вам, конечно, нужна такая раскладка, хотя по оттенкам мы можем что-то найти. Makeup Revolution. Вот там тоже есть такие монохромные палетки. Что-то розовое, что-то золотистое. Нюдовое, в общем. Не нашла по наличию, вот, пожалуйста, палетка Makeup Obsession. Покупала в Золотом Яблоке ранее. Тоже здесь такая тема монохрома. Нюдовые, матовые, красивые сияшки. Тоже, знаете, не разгуляться по оттенкам. Но эта палетка, она хотя бы вот стоила 1000. И она отрабатывает себя. Ну ладно, хоть еще взяли однушку в L'Etoile. Это бренд J-Cat. Это у нас пигмент для век с эффектом хрома под номером 102. И когда я покупала эту однушку, я спросила у консультанта, а это не на остатках? Остатки, роз, скажи, может, тоже все, их нет. Ткани, нет, 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 все есть, есть. Захожу на сайт, ничего нет, никаких оттенков в наличии. А, ну, золотистый вот 103 есть по наличию, еще тут бронза. Но не все, не все, далеко не все. На сайте однушка стоит 1146 рублей. Нам же пигмент обошелся в 681 рубль. Ну, куда приятнее, чем за 1146 рублей однушка. Мы что-то там жалуемся, что, ой, лимони стоят там дорого. Шик однушки тоже. Извините, тоже недешево. Давайте заглянем поближе, что там за пигмент такой. Да, он рассыпчатый. Набирается он хорошо, переносится тоже. Понятно, для какого-то зеркального эффекта, такого сильного блика, использовать липкую базу. Но на веко можно и так прицепить, потому что пигмент мелкодисперсный. Ну что ж, будем его использовать. И в качестве построения формы палетку теней. Беру коричневый в затемнение. Матовые здесь хороши по пигментации. Этим же оттенком я углубляю от внутреннего уголка в складку. Вот этот цвет меня покорил в палетке. Ух! После набираю пушистой кисточкой более теплый оттенок. И соединяю участки, которые я затемняла от внутреннего уголка к внешнему. Этот же оттенок я наношу по нижнему веку. Дальше я перехожу к пигменту. Буду набирать с крышечки. И сразу пальцем. Фу, я сейчас искала наподобие оттенки. В моей голове я где-то этот оттенок видела. И давайте сейчас сравним. Это пигмент J-Cat 102. Лимони в оттенке 5. Ой, ну лимони тут вообще... О, боже, как красиво! Ну и знаете, за такую стоимость уж лучше купить лимони. Но опять же, это мое мнение. Мони лимони больше по душе. И еще я нашла вот такой зеленый пигмент. Галактический зеленый от Crystal Minerals. Давайте посмотрим. Вот здесь нужна липкая подложка. Чтобы сияние было прям... Ух, мерцание! Ну и давайте сравним. То, что я нашла из своей коллекции. Что-то такое интересненькое. Зелененькое, изумрудненькое. Можно я все-таки чуть-чуть бахну лимони в оттенке 5? К макияжу глаз я возьму немножко еще розовой тушевки из румян. Макияж глаз стал насыщеннее. Можем чуть-чуть добавить румян. И переходим мы к легендарной туши. Ну, по мнению магазина L'Etoile и, возможно, консультантов. К французскому бренду Айзенберг. Покажу вам поближе упаковку. И также, конечно же, саму тушь. Марковито, ляписто, зеркально. Щеточка здесь силиконовая. Я просто уже знаю, что ожидать от этой туши. Поэтому я так аккуратненько крашу. Этой тушью нужно очень аккуратно прокрашивать нижнее веко. Потому что щеточка пачкает все вокруг себя. В магазине мне что сказали? Она дает супер-мега объем. Делает вообще все. Кстати, вы еще писали, что тушь немножко пованивает. Но у нее специфический запах. Мне кажется, у многих тушей такой запах. Какой-то такой интересный. Туши никогда цветочками не пахли в основном. Спасибо, что эта тушь хотя бы не склеивает реснички. Но надо долго елозить, чтобы какой-то объем появился. Ресницы не прям ужасные. Не-не-не. Тут наслоить по 10 раз можно. Но какого-то кайфа от туши за 3 косаря я особо не испытала. Тушь для ресниц мне обошлась в 2777 рублей. Но цена в литвуаль в 3636 рублей. Это знаете, когда ты понимаешь, что... А зачем переплачивать за люксовую тушь? Когда бюджетные не делают хуже. Но да, я помню, вот купила я люксовую тушь от Lancome. Ну, там хотя бы я кайфанула. Но она и стоила, может, не 3000. Остался макияж губ. И вашему вниманию двойной продукт от Pupa. Карандаш и помада для губ. Вамп. С одной стороны карандаш. А с другой стороны помада. Сатиновая помада. Продукты здесь... А давайте посмотрим. Ничего так мало. Но если рассматривать стандартные карандаши от Pupa, то я думаю, двойной продукт. А выгодно ли это будет брать? Тут даже целого грамма нет. 0,8, 0,2. Знаете, дорожный вариант, возможно. Но на повседневку это быстро израсходуется. Продукт интересный, граммовки мало. А что по цене? 1,333 рубля. В L'Etoile этого продукта нет в наличии. Вообще никакого оттенка. Но есть в золотом яблоке. Так, это у меня под номером. Сейчас, секундочку. Оттенок 001. Стоимость в золотом яблоке 1,349 рублей. Ну, примерно так же. Но если смотреть классический карандаш для губ от Pupa, их фирменные знаменитые карандаши гелевые стойки, то стоимость карандаша 414 рублей. А вот в L'Etoile стоимость карандаша 736 рублей. Ой, мне тут все блестит, сверкает. Покажу оттенок двойного продукта. Формула та же самая. Вот знаете, двойной продукт и вот карандаш одиночный, это то же самое. А вот насчет помады не могу сказать, какая именно там помада. Она, знаете, такая влажненькая, сатиновая. И для стойкости советую как делать? Все-таки подтушевывать карандаш к центру, чтобы была подложка. И сверху вот такую влажненькую помаду. Давайте наглядно покажу оттенок 005. Ну, это где-то где-то рядом, да? Что-то схожее. У двушки тоже карандаш стойкий. Да такая же формула. Вот с одной стороны, продукт нравится своей универсальностью, удобством. Но с другой стороны, выгоднее, скорее всего, будет купить отдельно карандаш и помаду от пупа. Там и объем будет побольше. Я такую двушку закину себе в сумочку. На всякий случай подправлять макияж куб. Под конец макияжа я еще пройдусь пудрой. Кстати, сегодня нету ни скульптора, ни бронзера, просто румяна. Ну что ж, расплетаем косы. Итоговый вариант макияжа мне нравится. Но тут, конечно, вытянула еще однушечка лимонии. Прям конфетка. Продукты для лица. Мне понравилась пудра румяна. Диего, мое почтение. Диего Далла Пальма, да? По румянам я вам, как говорится, ух, отчиталась по морозной свежести. Тут уже выбирайте сами. Если по хорошей скидке, то почему бы и нет? Продукты от Пупа зачет. Но там, знаете, цена и качество, по большей степени, вот что я тестировала от Пупа, мне нравится. Но макияж-то какой. Он простой, но эффектный. Берите на заметку. Затемнили, затушевали складку века, неподвижное веко. Сделали форму легкую. И сияшку вот такую. И оттенок пятый как подходит тоже под украшения холодные. Я думаю, что вы заприметили, либо сделали выводы по продукции, которая сегодня была в обзоре. Узнали для себя что-то новенькое и что-то старенькое, которое уже просто мелькало в литуале и консультанты. Вот, пожалуйста, давайте, 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 берите. И вот, как говорится, мы протестировали. Еще раз здравствуйте. Я прошел примерно 4 часа после завершения съемок. Оценим макияж. Тон, да, видите, уже поблескивает на Т-зоне. В складочки закатался. Тенюхи все на месте. Прием пищи карандаш слегка выдержал, но не до конца. Но в целом макияж выглядит неплохо. Но тон уже, да, конечно, выглядит подуставшим. На сухой коже, скорее всего, он будет лучше держаться и смотреться. И давайте пообсуждаем продукты из этого обзора в комментариях к этому видео. И также в моем телеграм-канале. Кто еще не подписан? Вы что, я вижу, что там спойлеры, находки и общение с вами. Ссылка на мой телеграм будет в закрепленном комментарии. Но мы на такой эффектной, да, все-таки красивой ноте будем закругляться. И от души вас благодарю, что это время вы провели со мной. Я вас всех люблю, ценю и обнимаю. И всем пока-пока!